Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Практика проведения совещаний о социально-экономическом развитии регионов с выездом на места будет продолжена. Брестский регион с рабочим визитом посетил глава государства Александр Лукашенко. Перспективы и планы развития Бреста на ближайшие полугодия. В областном центре прошло совместное заседание Брестского городского исполнительного комитета и Брестского городского совета депутатов. Дерево срубить – особая наука. В Бресте прошел этап международных стартов «Лесоруб-2016». Об этих и других событиях прямо сейчас. Глава государства Александр Лукашенко продолжил практику проведения совещаний о социально-экономическом развитии регионов с выездом на места. 15 августа состоялась рабочая поездка президента в Брестскую область, а именно в Малорицкий район. Но прежде чем вести диалог с чиновниками, руководитель государства посетил ряд предприятий и пообщался с жителями края. Подробности в первом материале программы. Малорицчане готовились к приезду Александра Лукашенко, а потому встретить главу государства вышло немало людей. Просто увидеть, поприветствовать, а если удастся и поговорить, удалось. Спонтанное общение получилось весьма искренним. Темы разговора различные, но президенту прежде всего интересно было услышать о жизни в городе, о насущных проблемах, болевых точках и, конечно же, о настроении. Это что, у вас выходной сегодня? Какие пенсионеры? Я смотрю, тут вообще до трех десятков не дотянули еще. Как вы живете в Малорице? Хорошо. Ну, я и вижу, что хорошо. Я вам всегда с детства завидовал. Вы в таком уголке красивом живете. Может, подмели немного? Подмели? Это чисто. Правильно, это правильно. Когда гости приезжают, даже в доме уборку наводят люди. Желательно, чтобы всегда был такой порядок. Почти что-то. Молодцы. Идеально чисто не бывает, но у вас неплохо. Ну, а какие проблемы вас больше всего волнуют? Ну, знаю, что денег мало, цены высокие в магазинах, еще чего-то обычное. Вот это правильно. Я всегда говорю, в Беларуси только ленивые могут не заработать. Мы что, воюем? Война у нас идет или еще что-то? Надо просто немножко шевелиться. А женщины должны пошевеливать мужиков своих. К визиту Александра Лукашенко Малорицкий край готовился практически две недели. До последнего момента чиновники не знали, какие предприятия для посещения выберет глава государства. Это новая форма рабочих поездок. А потому в каждом коллективе, будь то сельхозпредприятие или промышленная организация, готовность боевая. Ведь цель Александра Лукашенко проверить реальное положение дел в организациях. Николай Соловчук, фрезеровщик предприятия Малорицкая рай агропромтехника, немного волнуется, но опыт берет свое, дело свое знает, работу выполняет качественно, ведь на предприятии работают уже 32 года. Работал еще при Советском Союзе, вы сами знаете. У нас тут было сельхозтехника 500 человек, а у нас в мастерской только 120 человек. Были станки стояли, на интеграл Минске работали, диоды паяли, рубили, это самое. Ну а сейчас работы поменьше, работы поменьше, на людей поменьше стало. Вот в чем дело. Хотелось бы, конечно, больше загрузка, чтобы было. Я думаю, все-таки работой обеспечить надо, в первую очередь. Люди работать хотят, желают, а вот... А по ценам есть у вас? Есть, есть. У нас тут есть и станки, и все, можно было бы. А если еще закупить оборудование? Именно на обеспечение работы районные агропромсервисы ориентируют чиновников Александра Лукашенко. Это зона ответственности правительства, губернаторов и председателя райисполкомов. Разрушать инфраструктуру, которая была создана когда-то, ни в коем случае нельзя такого рода. Обслуживающие организации должны быть ориентированы не только на сельхозпредприятия, но и на весь район в целом, в том числе на фермеров, на отдельных граждан. Помощь оказывать необходимо таким слабым, но нужным предприятиям. Но помощь эта должна быть разумной, досконально просчитанной. Им надо создавать условия, чтобы они развивались. Если надо их поддержать, слабое хозяйство, чем-то, и мы будем видеть свет в конце тоннеля через год, два, три, надо поддержать. Но если будете поддерживать и знать будет, что через три года все равно это же будет. Закопайте деньги. В нынешней экономической ситуации каждый рубль должен быть на счету, каждая копейка. Искать и находить выходы из, казалось бы, патовой ситуации должны всем миром. Такие предприятия должны зарабатывать на дополнительных услугах. Малорите это начинают понимать. Есть и реальные результаты. Дополнительно мы работаем с маслом еще немножко. В прошлом году производим вот эти запасные часы. Ну, для разных потребителей. В прошлом году реализовали на миллиард. Это для паилок, это для пульсаторов. В основном россияне спрашивают, у них фермерские хозяйства, наши меньше. Ну и наши есть. По Белоруссии есть заявки, по Украине. Вот эти дополнительные услуги вы должны набирать, набирать для того, чтобы вы могли жить и работать. Ну, это выживаем, вот это дает какую-то каплю. И импортозамещение. У нас пять станков. Процентов 50 надо перейти. Пять станков всех. Два барановских, один польский, ну и два ремонтируем, там электроника неисправно. Тоже пустим. Ну, то есть, как движение есть. Уже за шесть месяцев вот у нас 890 миллионов старыми деньгами реализации. В прошлом году было миллиард. Ну, а в этом году это россияне, белорусы, третью часть. Россияне и украинцы. С украинцами завязались, с Киевом. Но за маленькими успехами весьма очевидна большая бесхозяйственность и отсутствие порядка практически на всей территории райагропромтехники. Вместе с другими недоработками данный факт для президента стал поводом высказать претензии представителям местной вертикали власти и вице-премьеру. Почему вы не нашли возможности развивать здесь бизнес? Возможности туча. Табуретки делаете, ремонтируете, восстанавливаете старую мебель сейчас, это выгодно. Даже новую поточить червями там и так далее. Ремонтируете санитарные узлы какие-то и прочее, и прочее. Почему вы отдаете сразу? Руки опускаете и исчете инвесторам. Вот и он главный, первый инвестор. Это второй, это третий. Ну ладно, это трудно, но порядок навести-то можно. Я что, тебе порядок буду наводить? Да, вы же он порядок. Вы что, хотите без портфеля сейчас кучу собраться и пойти вместе с Замесняковичем? Ну вы же президента ждали в Малорийском районе, уже я окложил эту поездку. Или вы хотели показухой, как прежде, заниматься? Привезти меня? Да, у Машинского будет порядок. Я и так знаю, туда можно не ехать. Я их только везу, чтобы показать, как там должно быть. И вам тоже. Ну ты же знаешь, что мне не проблема одеть сапоги и пройти, как я вас однажды водил в Брестском районе у этого, у Бедули. Когда вы по колено в эту жижу зашли. Если будет порядок и личная заинтересованность районных и областных властей, райагросервисы смогут успешно работать в каждом районе. Такую задачу Александр Лукашенко ставит перед всеми губернаторами. И задача эта должна быть решена до 1 января 2017 года. Вы мини-президенты здесь. Вот ваш район, вот ваше оружие, вооружение и ваши солдаты, которые вы должны использовать везде. Поэтому здесь надо концентрировать. И ты в этом должен быть заинтересован. Второй объект – это строительство. ПМК должна быть со всем набором, чтобы ты мог… Ну, промышленное здание ты не построишь там с балками перекрытия или колоннами и так далее. Тяжелыми. Тебе смонтируют там в области трест какой-то и так далее. Но стенку выложить с кирпича, еще чего-то. Так у тебя же и строители будут, будет строительная отрасль, в районе строителей будут. Ты окажешь услуги. То есть ты в любой момент должен подстраховать там, где нужно подстраховать. Но для этого надо иметь вооружение соответствующее. Вторая точка рабочей поездки – ферма хозяйства Савушкина. В открытом акционерном обществе «Савушкин продукт» снижением себестоимости продукции занялись достаточно давно. Создали технологическую цепочку молоко из сырьевой зоны. На завод поступает из 87 хозяйств. Но для повышения эффективности дойного стада приобрели собственное сельскохозяйственное предприятие. Сегодня оно называется Савушкино. Инвестировали в него 50 миллионов долларов. На нынешний день это современная ферма на 3000 коров. Телятники и ясли для молодняка. Более 7000 голов крупно-рогатого скота. 2000 из которого – дойное стадо. По генетике белорусские буренки не уступают американским и израильским. А молодняк выращивают по специальной системе, которая отличается от более ранних. Здоровые, ухоженные, с кормлением по всем стандартам, коровы дают молоко высшего и экстра сорта. Как итог – уменьшение себестоимости продукции. За 10 лет средний валовой надой молока вырос в 5 раз. За день здесь надаивают 55 тонн молока. Это достаточно высокий показатель. Практически 25% от всего вала района. Об этом рассказывают президенту, руководители предприятия Александр Машенский и Александр Савчин. Подчеркнув, что кадры, работающие на предприятии, постоянно обучаются такое предприятие. Пример для других. По вывод главы государства. Главное – это кадры. И вот я говорил, в автомобиле мы ехали. Самые большие потери и большая статья себестоимости – это потери из-за непрофессионализма кадров. Поэтому вы правильно делаете. Самая лучшая учеба привез сюда, показал. Делайте так. Я и поэтому спрашиваю, руководители наши, малориты здесь же были, они же видели, я же не первый год. Пускай не так, пускай не совсем так. Но сам принцип должен быть для всех маяком. Я понимаю, что мы не сразу, не скоро, может быть, создадим такие комплексы. Но пусть будет одна линия. Да здесь же ничего нового нет. Технологическая дисциплина и кадровая. Вот что здесь главное. Прежде всего, запомни, должны быть свои частники. Не оттуда кто-то пришел, какую-то копейку дал, чтобы он был повязан всем. И родными, и близкими, чтобы у него дом здесь был и по коленам в земле в этой закапан. Тогда ему доверие. Куда он денется? Никуда он будет тут работать. У него все здесь создано. Это его земля. И у нас много таких. И фермеры есть. И особенно вот такие частники. Большинство коров на Савушкино – галштинской породы. Молочные. Дающие 36 литров молока в сутки. Вот такую буренку и подарили Александру Лукашенко. И хорошее, да? И хорошее. Весницы какие-то. Хорошие. Красавец. Буду кормить на сон. После посещения фермы Савушкино президент отправляется в Малориту. Перед зданием местного райисполкома его ждут люди, которым хочется просто поговорить с руководителем государства. Малоритчаны интересуют такие простые житейские вопросы, как зарплаты, здоровье, цены в магазинах, трудоустройство. Простые, но такие важные. Отвечал Александр Лукашенко на них по-простому, но очень искренне. Все условия для улучшения жизни людей государство создавало и будет создавать. Положительные тенденции в экономической ситуации уже прослеживаются. А это значит, недалек тот час, когда жить станет легче. Конструктивный разговор на темы, актуальный не только для Малориты, но и для всей страны, продолжился на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Брестской области. Открывая заседание, Александр Лукашенко рассказал об изменившемся формате рабочих поездок по стране. По мнению президента, данный формат работы позволит более внимательно изучить ситуацию на местах, увидеть проблемы, сопоставить с имеющейся информацией по другим регионам. Продолжит тему Лариса Осмолович. Город Малорита как отправная точка рассмотрения ситуации социально-экономического развития всего Брестского региона в первом полугодии. Выбор главы государства не случайен. Район отставит по целому ряду показателей. Проблемы Малоритского региона типичны для многих других. Бесхозяйственность и несоблюдение трудовой дисциплины. Невыполнение тех задач, которые ставят как в правительстве, так и в облсполкоме. Результат, подчеркнул Александр Лукашенко, он увидел воочию, побывав в районной агропромтехнике. А потому контроль будет и впредь системным и продуманным. Контролировать выполнение, по крайней мере, ключевых показателей эффективности работы, которые прописаны и определены в так называемой матрице задач для вертикали власти, я буду постоянно. И хочу вас просто предупредить, никого ни в коем случае не запугивая. Мы с вами не первый год работаем, поэтому стиль работы должен быть несколько иной, и с моей стороны, и с вашей. Но я вас хочу предупредить, все решения, которые я принимаю здесь на месте, должны неукоснительно исполняться. Чего бы это вам не стоило. И правительству, и губернатору, и исполкому малориты и других регионов, и руководителям предприятий. Вот все здесь находятся, от кого зависит судьба этого клочка земли. Все принятые решения должны быть исполнены. Брестская область – достаточно развитый регион. Но первая половина текущего года показала, что не все так гладко и успешно, как хотелось бы. Александр Лукашенко выделил три главные проблемы края. Темп роста волового регионального продукта, невысокая производительность труда, низкая экспортная ориентированность и привлечение прямых иностранных инвестиций. К тому же Брестская область занимает последнее место по удельному весу инновационной продукции. Ее доля – 1%. При среднереспубликанском – в 14%. Не обеспечивается, во-вторых, в полной мере выполнение поручений моих, касающихся загрузки производственных мощностей домостроительных комбинатов, разгрузки складов готовой продукции предприятий. У вас увеличивается количество убыточных предприятий. Промышленный сектор экономики под пристальным вниманием губернатора. Местная вертикаль власти достаточно плотно работает над вопросами инвестирования. Проектов в разработке много, но пока не все они дают отдачу. Как подчеркнул губернатор Анатолий Лис, отмечается некая выжидательная позиция инвесторов. В целях повышения конкурентноспособности белорусских свободных экономических зон, полагаем целесообразным разработать механизм компенсации с 1 января 2017 года сумм таможенных пошлин резидентам СЭС при реализации продукции на территории ЕАЭС, по аналогии с нормами российского законодательства. Облсполком неоднократно понимал этот вопрос на уровне правительства. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров, но решение пока не принято. Поэтому хотелось бы ускорить принятие данного решения. Сегодня свободная экономическая зона Бреста – это 78 предприятий, из них 50 с иностранным капиталом, которые занимают значительную долю промышленности области – 17,4%, и в экспорте – 28,7%. Аграрный сектор – тема актуальная в разгаре уборочная страда. От того, какой урожай соберет каждый регион и в целом страна, во многом зависит экономическая безопасность государства. Отдельная строка – работа молочно-товарных ферм. Вложено в них средств немало, а соответствующие отдачи пока не чувствуются. И в целом состояние некоторых сельхозорганизаций вызывает опасения. Многое, подчеркивал неоднократно Александр Лукашенко, опять же зависит от соблюдения дисциплины, начиная с руководителей местной вертикали власти, организации и предприятий, заканчивая исполнителями. Я для чего это говорю? Не для того, чтобы вас тут раскритиковать в чем-то. Я хочу, чтобы это действительно стало для всех уроком в прошлый год. Вы мой характер знаете. Мы с вами договорились, как мужики, давайте работать. Кто не хочет – ну, устал человек, заболел, еще что-то. Войдем в положение. Все зависит от людей и от руководителя. Если руководитель не управляет коллективом, толку не будет. Поэтому я и спрашиваю, может быть, руководителям надо дать дополнительное полномочие, чтобы он шел на планерку и знал, у него вот так в рядок, как он сказал, сидят специалисты. И если он расписал планерку, к вечеру все должно быть исполнено. Исполнительская дисциплина. Всем присутствующим на совещании Александр Лукашенко посоветовал реально оценить общую ситуацию в области или районе, чтобы, как говорится, не бить из пушек по воробьям, а действовать системно и продуманно. Есть матрица задач для вертикали власти, и ей необходимо неукоснительно следовать. Тогда будут решаться проблемные вопросы как глобального уровня, так и уровня жителей белорусских регионов. Следуя таким наставлениям, сразу же после совещания чиновники вышли на общение с малоречанами. Лариса Осмолович, Андрей Щерб, Адмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Региональное собрание города Бреста и совместное заседание Брестского городского исполнительного комитета и Брестского городского совета депутатов состоялось накануне. Во время совещания были подведены итоги социально-экономического развития областного центра за первое полгодие 2016-го, а также определены перспективные направления для работы на следующие шесть месяцев. О том, что сегодня в приоритете, а также что нужно для увеличения темпов развития, смотрите в следующем материале выпуска. С подробностями Анастасия Наздрин-Плотницкая. Совместное заседание городского исполнительного комитета и совета депутатов, комплексные мероприятия, которые объединяют в одних стенах представители разных сфер социально-экономической жизни областного центра. Здесь подводятся итоги работы, здесь определяются планы развития города на ближайшую и долгосрочную перспективы, которые у Бреста при сохранении тех же темпов развития могут быть весьма многосторонними и интересными. Анализируя показатели эффективности за первые шесть месяцев текущего года, мэр города Александр Рогачук отметил одно весьма важное достижение, которое стало возможным благодаря целому комплексу мероприятий. Если говорить об итогах первого полугода 2016 года, то я удовлетворен теми тенденциями, которые мы имеем и в контексте нашей промышленности, и в контексте создания новых рабочих мест по нашему городу. Как следствие, хороший у нас будет сейчас повод – это уточнение бюджета в контексте увеличения доходной части на 200 миллиардов белорусских рублей. Развитие торговли и экспорта услуг, расширение возможностей транспортной логистики, увеличение количества рабочих мест. Эти и многие другие вопросы стали темами открытого диалога. Особое внимание было уделено развитию строительной сферы. Как отметил председатель Брестского горысполкома, в нашем областном центре отмечается весьма интересная тенденция. Активно развивается и индивидуальная застройка, и строительство многоквартирных домов. С каждым днем молодые микрорайоны становятся ярче и интереснее. Но, что особенно важно, и это подчеркнул мэр города, в оформлении домов должна присутствовать некоторая изюминка. Вам тут же я даю поручение, которое нужно говорить на всех уровнях. Давайте за счет какой-то модульности, за счет каких-то импровизаций и так далее, давайте мне другие визуальные ряды вот этих наших панелей. Они смотрятся красиво, тем более они сейчас немножечко раскрасят и так далее, подкрасят, но для нашего города, Бреста, этого недостаточно. Поэтому давайте больше импровизации. Отдельное внимание было уделено строительству и ремонту дорог в областном центре. Сегодня город переживает в некотором смысле реанимацию. Активно ведется расширение и добавление полос, разработка новых развязок и разъездов. Причина – увеличение количества транспортных средств в городе. С одной стороны, это показатель уровня жизни брещан, с другой – новый вопрос, требующий грамотного подхода при планировании новых районов. Сегодня многие ремонтные бригады трудятся на строительстве дорожных путей областного центра. Некоторые организации при выполнении работ были отмечены особо. Я больше всего заверяю именно нашим предприятиям трудного хозяйства. Это нашему ДЭПу, нашему коммунальнику, потому что ставятся конкретные задачи и выполняются с качеством, ну, уже чем профессиональная строительная организация. Я имею в виду, возьмем правый поворот с улицы Вашего Равноления. Делал наш ДЭП. На повестке совместного заседания был рассмотрен еще один вопрос. Здесь прошла процедура выдвижения кандидатов в члены Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. На рассмотрение членов исполкома и членов президента городского взглядов депутатов вносятся вопросы о выдвижении членов Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь 6-го служба Бастюга Григорьевича, директора государственного учреждения, мемориальный комплекс Брестская крепость Герой. Процедура проведения выборов была определена как открытая. Кандидатура Григория Григорьевича Бастюка была единогласно поддержана членами президиума Совета и исполкома. Я искренне признателен за то доверие, которое оказывают мне депутаты нашего городского совета, члены исполкома, президиума городского совета, депутатов. Понимаю, что это очень серьезная и важная миссия. Постараюсь то, что делала Татьяна Викторовна, продолжить те добрые дела, которые делаются в нашем городе. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. Без сучка, но с задоринкой. В Бресте под эгидой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь прошел открытый республиканский чемпионат «Лесоруб-2016». Лучшие дровосеки из Беларуси, России, Украины и Литвы показали судьям свои умения и навыки в шести видах соревнований, среди которых самая зрелищная валка деревьев. Смотрите подробнее в сюжете Виктории Драгобецкой. Конкурс лесорубов был, есть и остается одними из самых престижных в нашей стране. В этом году на Брещене чисто мужские состязания объединили представители основных профессий лесного комплекса – вальчиков леса, операторов-харвестеров и форвардеров. Среди них лучший лесоруб мира 2004 года Илья Швецов. Повалив дерево за три минуты, россиянин показал рекордное время. Работа в лесу, конечно, тяжелая физически, но все скрашивает то, что все-таки общение с природой есть, и поэтому есть свои плюсы, свои минусы. Во-первых, нужно желание большое, и во-вторых, уделять этому много времени своего личного на тренировки, на то, чтобы оттачивать мастерство, навыки. Самое трудное задание на соревнованиях – валка леса. Кстати, в этом году конкурс проходил так называемым бескровным способом. Валили не живые, а искусственные деревья. Возможно, со стороны процесс кажется несложным, но самое непредсказуемое в нем – падение дерева. Его ствол должен упасть на заранее вбитый в землю колышек. Здесь все решают сантиметры. Выполнить виртуозный элемент удается далеко не всем участникам, но если получилось, можно считать победа в кармане, так как за валку дают самое большое количество баллов. Я хочу быть уверен в себя, что я могу себя показать на что-то лучшее. А вообще сложная профессия – вальчик лес, на ваш взгляд? Сложно. А в чем главное сложность заключается? Важное сложность заключается в том, правильно повалить дерево. Главная цель – выявить лучших, определить чемпиона, ну и посетизаться в мастерстве. Все главные параметры, которые здесь учитываются – это скорость, точность выполнения упражнения, ну и, конечно же, безопасность труда. Вот три составляющие, которые заложены в правилах проведения чемпионата. Параллельно с валкой деревьев на соседней площадке операторы форвардеров строили пирамиды, с ювелирной точностью складывая деревянные элементы. На другом блацдарме участники меняли цепь в пиле. Действо почти как на брейн-ринге. Требует максимальной скорости и концентрации. На выполнение упражнения специалисты тратят около 20 секунд. Обязательное условие – не поранить руки. Кстати, одни из лучших результатов показывает сборная Беларуси. На 30-м чемпионате, который проходил у нас в Республике Беларусь, мы заняли третье место. Нам совсем чуть-чуть не хватило до первого. На последнем чемпионате, который проходил, мы заняли пятое место. Но там как бы тоже были свои вопросы. Ну и надеемся, что больше мы займем одно из призовых мест. Это однозначно. Вальчики у нас мирового класса. Этот конкурс очень способствует для того, чтобы молодежь шла в лесное хозяйство. Хотя эта работа очень тяжелая. Будем говорить, во всем мире лесозаготовки травмоопасны. В том числе и вальчик леса – профессия. Это травмоопасная профессия. Сегодня, конечно, на смену вальчикам леса с каждым годом все больше идет механизированный метод заготовки. И в будущем, наверное, это уже будет не конкурс профмастерства, а скорее всего, как соревнование вальчиков. Но я думаю, что мы никогда от этого не откажемся, от этой профессии, которая дала начало. Ювелирная точность, с которой действуют лесорубы на профессиональных соревнованиях, позволяет не только улучшать качество продукции, но и совершенствовать технику безопасности труда, а также избегать травматизма на производстве. Продемонстрировать это лучшие из лучших смогут на чемпионате мира, который в этом году пройдет в соседней Польше. Нет сомнений, что у белорусских лесорубов очередные состязания действительно пройдут без сучка, но с задоринкой. Виктория Дроговецкая, Андрей Щерба, Дмитрий Азачук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Дворец спорта «Виктория» вновь распахнул свои двери для болельщиков Брестской гандбольной команды. В городе над Бугом прогремело долгожданное событие – День открытых дверей клуба имени Анатолия Петровича Мешкова. В нынешнем году формат праздника претерпел некоторые изменения. Своего рода интрига перед торжественным представлением команды стала яркая игра мешковцев с польской вислой. Обо всех сюрпризах, подготовленных в этом году для любителей гандбола, о триумфаторах первого домашнего поединка сезона узнавала наш корреспондент София Бережная. Казалось, что в этот вечер весь Брест внимательно следит за игрой любимой команды с польскими соперниками. И если заполненными трибунами Виктории и оглушительными криками болельщиков БГК уже никого не удивишь, настолько мощной всегда была поддержка у мешковцев, удивляться еще было чему. Новые игроки в составе команды, новый коллектив организаторов, новая современная турнирная таблица, новый маскот БГК «Зубр» эти и другие положительные изменения лишь подогрели интерес к и без того волнующему событию. Встреча брестских гандболистов с сильным соперником вислой не первая, а потому следовало ожидать жаркой игры. Такой она и оказалась. Товарищеский турнир прошел, что называется, на одном дыхании для болельщиков. Насыщенный поединок, потери мешковцев на старте, а затем уверенное выравнивание игры в счете и, наконец, захватывающий рывок к победе. До последних секунд в огромном зале царила волнующая атмосфера. Триумфаторы вечера подарили брещанам незабываемые эмоции. Мешковцы внесли новое слово в спортивную историю страны. «Мы усилились, в любом случае, несмотря на то, что некоторые игроки ушли, которые были, в любом случае мы их каждый год добавляем, я так думаю, покажет игра в этом сезоне». «Сегодня чувствовали поддержку?» «Конечно, да. Конечно, чувствую. Тем более, что-то появилось новое, появился вот интересный табло, плюс маскот наш появился, извините. И поэтому мы всегда рады, когда приходит болельщик, болельщик у нас. Это седьмой, восьмой игрок наш на площадке». Яркой победой начался главный спортивный праздник города – День открытых дверей клуба. «Наравне с победами любимой команды болельщики Мешковцев ожидают грандиозного события в году – Дня открытых дверей клуба. И с каждым годом оно не уступает зрелищности, каждый год обрастает новыми традициями. Масштаб нынешнего праздника говорит о многом». Традиционное представление обновленного состава команды и музыкальные поздравления со сцены от известных исполнителей в этом году хедлайнером стала группа «Айова». Праздник проходил под открытым небом. Оживленно, громко и в привычной для клуба манере. Зрелищно. «Мы всей командой, всей бандой переживали, болели очень сильно. Специально ехали, вот. И результатом очень довольны. Игра замечательная. Вообще, ребята молодцы просто». Прошлый сезон стал для клуба историческим. Оглушительные победы, встреча с грандами на домашней площадке и за рубежом – показатель красноречивой, не требующей дополнений. Александр Мешков в традиционном диалоге с журналистами с радостью констатировал тот факт, что кризис команды преодолен, а значит впереди новые перспективы и новые, не менее амбициозные планы. «Кризис смены поколений, кризис смены администрации, кризис ощущения, восприятия новых реалий, которые существуют в грандболе, он преодолен. Создана очень приличная команда, как организаторов, людей, которые обеспечивают процесс, так и игроков. Вы были по окончанию сезона и есть сегодня. Вы видите те изменения, которые произошли. Вот именно для этого это все сделано. И вот эта работа говорит о том, что у клуба сделан очень хороший задел. И мы должны в этом году показать результат еще лучше, чем был в прошлом, в лучшем году клуба». Такой оптимистичный прогноз задает настроение спортивному сезону. Календарь игр брестской команды насыщен серьезными встречами. Переди немало захватывающих поединков, внимательно следить за которыми будут верные поклонники команды. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформы. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды. На ближайшие дни я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье 21 августа погодные условия в городе Бресте будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 16-18 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 29. В понедельник 22 августа погоду в областном центре обусловят малоактивные атмосферные фронты. Ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 17, плюс 19. Днем воздух прогреется до 26 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова